Владимир Владимирович, журнал в России стал выходить в 2004 году. Как изменилась наша страна и бизнес с вашей точки зрения с того времени? Ну, прежде всего, вы должны иметь в виду, что я не занимаюсь бизнесом. Поэтому, как-то так более-менее подробно и толково ответить на этот вопрос я не могу. Ну, страна, да, изменилась, я могу сказать, как мне кажется, с точки зрения журналиста, ну, с точки зрения просто гражданина страны. Изменения, я бы сказал, что она поправила, она стала более консервативной. Демократия, по сути дела, была приостановлена, и этого развития нет. Средний и малый бизнес испытывает очень большие трудности, как и было. Крупный бизнес существует, и существует довольно, на мой взгляд, хорошо. Потому что я к бизнесу не имею его отношения, я не экономист, смешно говорить, я не олигарх. И, видимо, для антуража. Ну, знаете, как более-менее известный журналист. Владимир Владимирович? Ну, типа того, да, да, да. Владимир Владимирович, а как вы относитесь к нашим миллиардерам? Вы сказали, назвали их олигархами, но они часто настаивают, чтобы их уже сейчас называли бизнесменами. Хотя часто это старые деньги, вот здесь на обложках у нас не так много нового какого-то бизнеса, связанного с инновациями. Как вы к ним относитесь, и перешагнули ли они в тот момент, как вот американские, например, как Билл Гейтс, как Уоррен Баффет? Ну, дело в том, что вообще в Америке олигархов никогда и не было. Все-таки олигарх – это древнегреческое слово, и олигарх – это не только богатый человек, но это человек, обладающий большой властью. И в этом смысле они правы нынешние, у них власти никакой особой нет, и они правильно говорят, что их не надо называть олигархами. Я с ними вполне согласен, тем более, что в нашей стране это слово уже имеет очень негативную коннотацию, и я их понимаю, что им это неприятно. А сегодня стать миллиардером много труднее, чем тогда. Это тоже все понятно. И когда Бальзак в свое время говорил, что первый миллион у каждого – это результат преступления, ну, сегодня это не миллион, это значительно больше. Но это тоже, так сказать, я думаю, в подавляющем большинстве случаев не всегда, ну, как вам сказать, высокоморальные усилия приводят к этому. Ну, я понимаю, что раз мы и живем, и стремимся развить рыночную экономику, то без бизнеса никогда не денешься. Это совершенно необходимая вещь. И мы должны принять какое-то такое решение, когда мы себе говорим, да, мы этого хотим, смотрим на разные страны, где по-разному это контролируют, но это всюду так. И можем брать из разных стран какие-то вещи для того, чтобы создать собственную модель. Мне кажется, что мы еще тыркаемся, не очень понимаем, как это сделать. И, возможно, это объясняется тем, что все-таки нашей страной еще управляют советские люди, которые учились в советской школе, которые были пионерами, комсомольцами, членами партии. Это люди, которые… это продукт системы, которой больше нет. И они попали в систему, которую они не понимают. И они пытаются этой системой управлять, и она не очень получается. И нам придется потерпеть с этим, никуда не денешься, пока власти придут те, которые вообще не имеют реального представления или опыта советского. Это другие люди. Они не лучше и не хуже. Они просто другие. По-вашему, это какой срок? Это несколько десятков лет, получается? Да, я думаю, что это где-то в районе 25-30 лет. А вот сейчас, кстати, проводится очень много конференций, форумов, особенно стало и в Москве очень много, посвященных молодым предпринимателям поощрению вот этого движения бизнесменов и молодых. Но происходят такие вещи, как там арест известных представителей бизнеса, задержание. Причем, кстати, американцев, Майкл Калви, например. Вы как считаете, и вот такой с международной точки зрения можно тоже сказать, инвестиционный климат в нашей стране от этого падает или нет? Я думаю, что падает. Я думаю, что если бы я был человеком, который имел выбор вложить ли деньги в Россию или куда-нибудь еще, я бы не вложил. Я бы опасался того, что со мной что-то кто-то может творить, что настоящего суда здесь нет, что рассчитывать на то, что это будет объективный разбор и что, так сказать, справедливость или законность победит. Такого ощущения у меня нет. И в этом смысле климат непритягательный. Я этому абсолютно убежден. Хотели стать миллиардером когда-нибудь? Вы знаете, много лет тому назад Борис Абрамович Березовский, нанимая меня на работу, на телевидение, меня спросило, сколько вы хотите денег? Я говорю, за программу или вот? Нет, нет, вообще. А это был 97-й год. Я говорю, ну вообще, ну не знаю, ну 10 миллионов. Он сказал, это вам только кажется. Когда у вас будет 10 миллионов, вы захотите 100. Я ему сказал, Борис Абрамович, нет, мне не нужны самолеты, там, лодки, прочее дело. Я хочу просто, чтобы моя семья была обеспечена, чтобы мы не боялись того, что будем голодными и все. Так что нет, мне 10 хватит. И он мне сказал, Владимир Владимирович, раз вы так считаете, то у вас не будет и 10. Потому что вы должны, это, кто хочет деньги, он всегда стремится к большему их количеству. Поэтому вот это ваш вопрос, хочу ли я или хотел ли бы я быть миллиардером? Вообще нет. Но для меня деньги это, во-первых, гарантия безопасности моей, независимости, что я никого не боюсь. Если меня уволят, не страшно. Второе, это обеспечение моих близких, что если я дам дуба, а когда-нибудь я дам, то они будут обеспечены. И в-третьих, это возможность получать удовольствие. Сколько для этого надо иметь денег? Не знаю. Наверное, больше 10 миллионов. Но совершенно точно, что миллиарды для этого не нужны. И вот это вот стремление иметь какое-то бесконечное количество денег, я его не очень хорошо понимаю. Лично мне это не надо. Но кому-то еще это очень даже надо. Наверное, это какое-то ощущение своего, не знаю, величия, превосходства, еще чего-то. Что вас вдохновляет? Вдохновляет, это может быть неправильное слово, мотивирует, да. Я очень люблю свою работу. И я много езжу по стране. Сегодня только приехал из Красноярска. Тот прием, который я получаю от людей, на улице, где бы я ни был, вот эта вот благодарность, искренне я это чувствую. И, в общем, симпатию огромную, а может, даже любовь, это вот меня абсолютно держит. Потому что я понимаю, что то, что я делаю, многим людям это надо, это важно. И вот это, наверное, очень-очень-очень важно для меня. У меня есть другие вещи, которые для меня не менее важны, как жизнь с моей женой, мои дети, мои внуки. Все это важно. Но мотивация в данном случае, когда ты понимаешь, что ты делаешь, во-первых, то, что твое, и что это нужно, не только тебе. Я думаю, что для меня это главная мотивация. Последний вопрос. Что должно случиться вообще в мире, в частности в России, потому что мы здесь сейчас находимся, живем? Какие тектонические сдвиги должны произойти? Чтобы список Форбс и широкая российская аудитория стали жить похоже друг на друга. Чтобы у нас средний класс стал жить лучше, и больше людей смогли больше потреблять, и вообще лучше жить. Потому что у нас одна из самых лидирующих стран по количеству миллиардеров, и очень бедная страна, особенно если отъехать от центра Москвы. Красноярск и Новосибирск живут намного лучше Тулы, поверьте мне. Да, я думаю, что это необходима смена поколения. И поэтому я говорю, что потребуется время. Нужны люди с другими мозгами, в смысле, с другими взглядами, с другими представлениями. И поэтому это не произойдет послезавтра. Но это произойдет. Если только не будет войны, после чего вообще ничего не будет, то это будет неизбежно. Но все-таки люди, которые ныне у власти, в том числе и Путин, но и все остальные этого возраста, которые 60, 4, 60, 2, 60, 50, жить, и так далее, они все уйдут. Тут никуда не денешься, вечных нет. И навстречу придут те, которым сегодня 20, 22, 25. И тогда кардинально изменится отношение ко всему. И в том числе к роли, к важности среднего бизнеса. Это неизбежно будет, но надо потерпеть. А вы сказали про войну. Почему вы сказали про войну? И я вот вспоминаю как раз вчерашний случай с Нотр-Дамом. Многие сказали, что это какой-то конец какой-то эпохи. Это, конечно, трагедия страшная. Некоторые в это могут вчитывать какой-то знак. Я этого не делаю. Я вообще атеистый и не верю в такие вещи. Но почему я говорю о войне? Потому что реально состояние отношений наших, в частности, с Соединенными Штатами, сегодня чрезвычайно шаткие, более опасные, чем во время холодной войны. Возможность ошибки. Я как раз имею это в виду. Не столько запланированная и специальная война, а возможности ошибки, а они были прежде, во время холодной войны, когда компьютеры ошибались. Но тогда были другие отношения, и люди проверяли. А сегодня отношения такие нервные, что очередная ошибка компьютерная может привести к ядерному удару. Я очень этого боюсь. Ученые, которые издают журнал бюллетень американских ядерщиков, сдвинули стрелку на две минуты до полуночи. Это так было только в самые худшие времена холодной войны. Мы сейчас живем в очень опасное время. Поэтому я говорю о войне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!